И вот если они нам готовы рассказать про эти трейлеры. Мы в поисках идеального трейлера. Это уже хороший уровень для кредиторов в индустрии трейлеров. Они производят отличные по качеству трейлеры. Самый хороший вариант. Качество. Я думаю, лучшее качество. Это максимально хороший трейлер, который вы можете взять. Есть ли еще вопросы о трейлерах, на которые я могу ответить? Чтобы быть легальными, красивыми. Это делает покрытие очень прочным. А здесь что у нас? Колеса семайные, сема с половиной. Они там варят свои трейлера. Добавляют несколько фитов сзади. Вот уже лебедка стоит. Аккумулятор стоит у них. Запасочка опять же, видишь как стоит. Розеточку раз, припарковал. Все предусмотрено для того, чтобы ее использовать безопасно. Вау, это что за акселя такие, насколько тысяча. Продолжение следует... Парни, всем привет. Мы приехали на производство трейлеров, которые называются... Бэйки Трейлеров. Это старый, но один из первых трейлеров, которые мы построили. Че, реально? Да, прям здесь, Макс Лайт 40. Это прицеп на две машины, да? Прицеп на две машины. Как насчет цены за это? Мы можем проверить, как только попадем внутрь. Я не помню все цены. Лады, нет проблем. Как насчет конкурентов для других трейлеров, если мы говорим о ваших трейлерах? Кто это? Вот что мне нравится в этих трейлерах. На самом деле, я продаю машины более 20 лет. Ты знаешь, до ковида и после ковида я начал видеть много таких и вышел на пенсию в прошлом году. Я провел исследования завода Бакая и некоторых других заводов в этом районе. Качество. Я думаю, лучшее качество. Он гордится своим мастерством, как и эти великие мастера. Эти решетки тяжелые и надежные. У некоторых других компаний решетки намного тоньше и дешевле. Я просто считаю, что внимание к деталям и качеству здесь намного лучше. А рядом с ним Майк. Трейлер с двухъярусной платформы. Это тот трейлер, который ты изначально выбирал. А, вот этот. Это двухъярусная платформа длиной 43 фута. 53. А у этого трейлера есть комплект, который включает три опоры для шариков, плюс тингер спереди. Вы можете добавить удлинители по 3 фута спереди и сзади. Да, вот этот. С ним можно перевозить трейлер, включая комплект и упаковку. Хорошо. Это дополнительно? Да, конечно. У нас есть много различных опций. Например, трехфутовые удлинители идут за отдельную плату. Этот комплект включает лебедку на 12 тысяч фунтов. Окей. При желании можно установить световые элементы по всей длине. Я понял. Лебедка и аккумулятор. Аккумулятор находится здесь. Это водостойкий аккумулятор. Ты можешь получить два ящика инструментов размером 30 на 18 на 18 дюймов. Они с замками. Здесь есть ступенька. Окей. Я понял. Теперь, что касается осей, у вас есть выбор между осью на 10 тысяч фунтов. Это ванна с электрическим маслом. Вы можете перейти на ось на 12 тысяч фунтов, которая представляет собой электрогидравлическую ось. Окей. Понял. А здесь что у нас? Это для вашей гидравлики и всего остального. А, я понял. Например, для главного цилиндра. Окей. Вы можете выбрать ось на 16 тысяч фунтов, которая будет с электрогидравлическим диском. 16 тысяч фунтов. Также доступны оси на 17 с половиной дюймов. Алюминиевый наружный корпус диаметром 17 с половиной дюймов. Внутренняя часть остается прежней. Полная грузоподъемность с осью на 10 тысяч фунтов составляет 24 тысячи фунтов. Хорошо. Когда вы переходите на оси на 16 тысяч фунтов с обновлением Т-образной балки диаметром 14 дюймов, полная грузоподъемность составляет 37 тысяч фунтов. Хорошо, хорошо. Итак, это наш зверь. Ультра Макс 53. Ты можешь оснастить его теми же осями на 10, 12 и 16 тысяч фунтов. Эта модель оснащена осью на 16 тысяч фунтов. Но этот в результате будет получше. Это сделано тем же образом. А, то же самое. У тебя тот же ящик с теми же характеристиками. Обрати внимание, что дисковые тормоза на 16 тысяч фунтов. Там дисковые тормоза или гидравлические дисковые тормоза. Они действительно делают качественные триллера. Какие оси вы обычно используете? Это Декстер или какие-то другие? Декстер. Декстер? Только Декстер? Декстер. Или наш текущий аналог оси. Это Леопард. Мы также включили их в ассортимент. Но на данный момент в основном используем оси Декстер. Они все сложены у нас вон там. Хорошо. И как долго вы производите трейлер? От 12 до 16 недель. Потому что один человек мне сказал, что максимум до месяца. Прямо сейчас это занимает от 2 до 4 месяцев. Смотря что заказываешь. Если вы закажете Max 40 Live, его производство займет меньше времени по сравнению с такими моделями, как двухъярусная платформа или Ultra Max. Мы работаем напрямую с заводом, поэтому все трейлеры строятся на заказ. Мы рекомендуем как можно быстрее оформить заказ и внести депозит, чтобы мы смогли начать производство как можно быстрее. Оба этих трейлера будут стандартно оснащены 12-дюймовыми фарами с высоким светом и конструкцией под мост. Это немного похоже на 53-фитовые прицепы, у которых в середине есть небольшой прогиб, но он исчезает, как только грузится вес. А как насчет возможности финансирования? Есть ли у вас какие-то предложения? У нас есть несколько уровней финансирования, зависящих от кредитного рейтинга. C3 – это вариант аренды с правом выкупа, который подходит для тех, кто только начинает и у кого не самая сильная кредитная история. Также мы можем оформить лизинг. А, лизинг? Я знаю, как это работает. Мы используем быстрый лизинг, и они работают с нами на условиях аренды. Если кредитная история чуть лучше, тогда мы используем NewLane. Ага. Но NewLane хочет видеть, что вы в бизнесе несколько лет. Лизинг 740 и выше. Это уже хороший уровень для кредиторов в индустрии трейлеров. Если говорить о компаниях, которые работают больше двух лет, то да, я думаю, это так. Да, да. Тогда у вас все в порядке. У этого трейлера настил закрытого типа, который идет почти вплотную к борту трейлера. Но стандартная ширина настила будет 30 дюймов. Ширина в целом составляет 102 дюйма. Окей. Оси имеют пятилетнюю гарантию. Ага. Два года на всю конструкцию. Хорошо. И пожизненную гарантию на освещение. Хорошо. И еще один вопрос. Какой трейлер более популярный, если говорить о этих двух? Ультрамакс 53. Окей. Платформенные трейлеры очень популярны среди тех, кто возит трейлеры. Например, маленькие кемперы или грузовики Fidex предпочитают их. Основное преимущество в том, что высота от земли до верхней части трейлера составляет всего 36 дюймов. Этот трейлер высотой 36,5 дюймов. Так что он на 6 дюймов выше. Мне нравится платформенный трейлер. Вы можете выбрать алюминиевые рампы длиной 6 футов с грузоподъемностью 10 тысяч фунтов. И задние рампы длиной 9 футов с такой же грузоподъемностью. Это позволяет легко заезжать на верхнюю площадку трейлера. Верхняя площадка длиной 10 футов. Основная часть 32 фута. И задняя часть 11 футов. И вы можете установить удлинители, если нужно. Можем добавить удлинители, да. У моделей UltraMax и UltraMax SD есть специальные трубочки на концах, которые позволяют устанавливать удлинители. Если хотите добавить удлинитель на более мелкий трейлер, это нужно указать в заказе. Удлинители можно установить на любой трейлер, который мы предлагаем. Ну ладно, интересно. Можем ли мы обсудить цены на ваши трейлеры? Конечно. Я могу дать вам прайс-лист на все модели и оси. Если хотите, пойдем внутрь. У меня есть все цены на разные модели и оси на листах. Я все это не запомнил, не настолько умный. Да, мы уже обсудили это. Да, я только начал работать здесь в конце июля, и я очень доволен. Мне здесь так нравится. Я люблю это место. Думаю, они производят отличные по качеству трейлеры. Я пришел сюда из продаж автомобилей Ford, где проработал больше 8 лет. А до этого я продавал автомобили Chrysler на протяжении 12 лет. Так что у меня есть определенный опыт в продажах. Я умею хорошо говорить. Есть ли еще вопросы о трейлерах, на которые я могу ответить? Троллеров нет. Я просто не посмотрел, мне очень понравились сами троллеры. Нам просто как компании, так как мы работаем в основном без сидела, нам интересна модель MaxLite 40, может быть 38 даже фит, на одно Max или 15 тысяч, или на двух акселях 7 тысяч, чтобы у нас вес самого трейлера был небольшой. Окей. И вот если они нам готовы рассказать про эти трейлера, про время изготовления, то мы готовы послушать, потому что нам именно они интересны в первую очередь. Эти, понятно, трейлера, это все сидельные трейлера, они тяжелые, они под большие 3-4 пикапа или вена. Но это потрясающе, потому что это низкий профиль, и при этом они с удлинителями. Там уже вся подготовка под винч стоит, гидравлические тормоза, но это вообще жир-жирный, ну то есть лучше ничего не найти. Если вы хотите зарабатывать прям много денег, и у вас сидел в кармане, то это вот только, ну давайте так, это максимально хороший трейлер, который вы можете взять, все остальное, оно имеет плюс-минус какие-то оговорочки. Колеса семайные, 17,5 стоят. У тебя тут, конечно, тулбоксы, здесь-здесь. Но смотри, как у них интересно сделана лебедка. Лебедка устанавливается у них вот сюда, вот. Вот это направляющая, наматывать лебедку. Она идет сюда на шарик, смотри. То есть у тебя здесь ничего не нагромождено. У тебя идет на шарик, вот, вот этот, и уходит туда направляющий по этим планочкам. Блин, красота. А пойдем, я тебе более-менее готовую покажу, что они сделали. Вот уже лебедка стоит, аккумулятор стоит у них. Мне что понравилось, смотри. Вообще потрясающе. Смотри, как здесь все сделано аккуратненько. Вот ты, например, розеточку раз припарковал, чтобы она ни коррозии не было, ничего. Она здесь стоит. Все красивенько проведено. Запасочка, опять же, видишь, как стоит. То есть даже если тачка стоит, ты с этой стороны не прям под землей лазишь. Ну, в принципе, ты можешь сюда раз подойти, вытащить, даже если машина стоит. Не проблем нет. Вот опять лебедка здесь стоит, направляющий. Вот шарик пошла туда. Вот экстеншены передние выставил. Не, вот этот трейлер, я не хочу сказать, это прям про бабки. Но этот трейлер только сидел и только 5500. Ну, 4500. Да, 4500. 3500, это, конечно, для него немножко тяжеловатый трейлер, большой. Но это, пацаны, сидел, тут вообще разговаривать нечем. И вот эти трейлера сейчас привозят больше, чем все май траки привозят денег. Вон они, экстеншены стоят. Видишь, какие они? Они реально крутые. Вы можете взять также 48-фитовый Max Lite, который можно использовать, и он не требует CDL. Но 48 фитов, это версия с пятым колесом. Самый популярный трейлер, который не требует CDL, это 40-фитовый Max Lite. Забавно, но новый трейлер только что уехал за 5 минут до вашего приезда. Да, это был интересный алюминиевый трейлер. Мы его заметили. А что насчет веса? Сколько он весил? Я думаю, он был около 5200-5400 фунтов. Примерно в этом диапазоне. 7000 оси являются стандартными, но вы можете перейти на 8000. Если вы обновитесь до 8000 на этом, то это будут леопардсы. На 8000 будет получше. Да, это просто дает вам более высокую допустимую массу. Ты говоришь, короткий бет. Вот насколько ты должен повернуться, чтобы ты заделал штуку? Это больше, ну практически 90% у тебя же не забывают. Здесь же середина бета. Да, это обеспечивает хороший радиус, чтобы не задевать. Нам также нужно измерить их. Потому что конфигурация разных марок, например, Рэм и Форд, могут немного отличаться. Обычно разница составляет около 6 дюймов, если я не ошибаюсь. Это соединение гусенек имеет грузоподъемность 12000 фунтов. И регулируемый домкрат тоже выдерживает до 12000 фунтов. На всех двойных трейлерах оси расположены на расстоянии 4 фута друг от друга, от центра до центра. О, действительно? Да, 4 фута. И мы не используем, знаете, некоторые производители устанавливают тройные оси, но мы этого не делаем. Это связано с износом, когда у вас 3 оси, которые поворачивают, они быстрее изнашиваются. Да, согласен, 2 оси лучше. Да, да, конечно. Я изучил все детали перед тем, как устроиться сюда на работу, и убедился в том, что здесь действительно хорошее качество. Хорошее качество трейлеров. Открытая двойка, Max Light, серия, крепления, точнее, тоусбоксы, но это какой-то гроссвейт мощный. Тут стоят 10-тысячные акселя и дули. Но здесь, конечно, да, можно возить, наверное, вообще все, что хочешь. Очень широкая загрузка. Даже вот крепления под экстеншены. А вообще они производят, вот посмотрите, они производят вот такие трейлера. Платформа очень широкая. Тут посередине только под лебедку остается место. Причем вот это вот, видимо, выставляется сюда. Вау, вот это на 4 машины можно использовать практически с экстеншенами. Если его можно прямо 4 машины ставить. Но это, если бы сидел, если бы сидел. Смотрите, тут усилители такие стоят на раме. Очень мощная подвеска на 10-тысячных акселях. Low profile. Опять же, кстати, обратите внимание, что вот гусснек, вот этот, Bucket Haller Max Light 40, которая версия, он узкий. То есть он узкий. Это значит, что даже если у вас машина с коротким бедом, вы сможете поворачиваться, у вас кабина будет, намного меньше у вас будут вариантов, чтобы вы зацепили кабину. Кстати, очень прикольный трейлер, но он тяжеленький, наверное, из-за своих акселей. Но у него грузовид высокий. Вот если такой трейлер взять на одном акселе, 16-тысячном, или, например, на двух акселях 7-тысячных, то я вот думаю, что это один из идеальнейших вариантов будет для нашего, скажем так, использования. То есть это без сидел. Без сидел. Также сзади экстеншены откидываются, и, в принципе, нам этого достаточно. Для работы удобно закрывается вот здесь один пин ремпы. Потрясающе. Ремпы прячутся, то есть вот здесь на замочек. Есть у них там дополнительная полочка. Раз ремпы, два ремпа. Удобно. Удобно сбоку. Объясню почему. Потому что когда у вас стоит машина сзади, и, например, у него свес большой, вам не нужно сюда залазить под машину, чтобы вытащить ремпы. Вы их берете спокойно сбоку. Там и как бы у вас намного удобнее, комфортнее работать. Плотно стоит поворотник. Просто я почему проверяю. Был случай, когда новый трейлер завода там на двойке приезжал у нас. Ловнер, и там поворотники как-то стояли, побалтывались. В общем, было странно. Не, молодцы. Вот такое небольшое производство. У них несколько цеклов. Они там варят свои трейлера. Вот они на улице уже готовые стоят. Очень популярна вот эта модель low profile, которая идет на четыре машины, потому что есть экстеншен спереди, экстеншен сзади. И такой трейлер, он довольно мощный. Он может большой вес брать, много вести. Также, видите, подготовочка под лебедку стоит тут. Там тоже, чтобы наматывать красиво, лебедка сама устанавливается. Вот сюда уже площадочка под нее есть. Она устанавливается. И, в принципе, все предусмотрено для того, чтобы ее использовать безопасно. Можно было удобно. Этот трейлер еще не закончен. Тут нет проводки. Ну, вот он в таком виде выходит уже. Смотрите, на каких красивых дисках есть трейлера. Это тоже заготовки. Вот там есть длиннющие рэмпы вообще. Посмотрите на трейлере. А вот сами экстеншены. Вот я смотрю, на трейлер уже установлены экстеншены. Вот они стоят. Вау, это тоже широкий, очень широкая дека, или как она называется, для загрузки. Здесь под трос затягивать. Вот они сами экстеншены. Вот такого плана. Ну, да, они довольно тяжеленькие, ребята. Но они вам добавляют несколько фитов сзади. И полтора фита сзади, полтора фита спереди. И у вас получается не 53 фита, а 56 фит. И на таком вы можете, конечно, забирать все, что угодно. Опять же, смотрите, вот есть направляющая. Она устанавливается сюда, чтобы трос у вас шел по направляющей. Если мы с вами говорим о кархолинге с CDL, то мы можем говорить с вами о 4 или 5 500 серии траков Ford или Silverado или Ram. И в этом случае вы берете себе вот такой трейлер на 56 фит, довольно мощный. И на нем можете возить по 3, иногда и по 4 автомобиля. Он и везет даже 3 пикапа без проблем. 3 вена. И у вас очень, как бы, хорошая возможность для заработка денег. Привет! Девочки, привет! Как вы, ребята, поживаете сегодня? По фану, спасибо большое. Чтобы вы имели представление о наших ценах, это мой прайс-лист. Здесь указаны вес, грузоподъемность и максимально полная масса трейлера. Вот пример. Это наш стандартный 40-фитовый гуснек с электродисковыми тормозами и гидравлическим приводом на 12 тысяч фунтов, шириной 96 дюймов и с брусьями по 25 дюймов. Рампы хранятся по центру, пружинный механизм и устройство для контроля ее опускания. Ящики для инструментов с замком размерами 24 на 15 на 13 дюймов. Две алюминиевые рампы длиной 9 фунтов каждая с грузоподъемностью 10 тысяч фунтов. Мы используем двуступенчатый эпоксидный грунт, а затем наносим двуступенчатое эпоксидное покрытие. Это делает покрытие очень прочным. Стандартно устанавливаются шины с 10 слоями. Сейчас мы предлагаем 14 слоев без дополнительной платы. Что позволит вам сэкономить. Пожизненная гарантия на герметичные светодиодные фонари. Мы устанавливаем грузоподъемность на уровне 12 тысяч фунтов. Но разумеется, мы можем повысить эту нагрузку по вашему запросу. Далее идет двулетняя гарантия на конструкцию рамы. Цена составляет 18 490 долларов. Это с одним или с двумя акселями. Да, это один аксель. Если вы хотите добавить передние или задние удлинители, это будет стоить 550 долларов за комплект. То есть 550 долларов за задний комплект и 550 за передний. А что насчет тормозов? Они гидравлические или электрические? На 12 тысяч это электрогидравлические тормоза. Ну то есть гидравлика. Слушай, ну сама гидравлика на 2 акселя будет стоить 2 тысячи. Вот скидывай с 18, это уже 16. Если ты отказываешься. Да, я просто показываю 15-тысячные оси. Чтобы перейти на 16 тысяч, потребуется значительный скачок. На данный момент 22 900 это будет стоимость. Это дорого. Нужно ли вам такое увеличение грузоподъемности? Мы думаем, что будем использовать 40-фитовые густеки с двумя осями, так как цена 16 500 очень интересна. У нас сейчас акция. 14-слойные шины в подарок. Цена трейлера 16 650 долларов. Да, просто измените дату здесь. Так как мы предоставим вам шины бесплатно. Вы можете выбрать более широкую версию. Это наш MaxLite 40 футов. Трейлер с густеком и весом 4 800. Если вы закажете 5 трейлеров, мы сможем предложить небольшую скидку, но не слишком большую. Единственное, что мы не делаем здесь, это завышаем цены на наши трейлеры. А затем опускаем. Мы стремимся предложить вам лучшие цены, но если вы закажете не несколько трейлеров, 5 или 10, я постараюсь сделать вам скидку. Этот вариант подойдет, если вы хотите возить 3 машины. Но насколько я знаю, большинство ребят предпочитает 2-х местный трейлер. Какой размер вы имеете в виду, если говорите о платформе? Ой, сколько это? 38 дюймов. Это длина 40 футов между платформами и дабтейлом. На сайте будут отображены все стандартные функции, а если пролистать ниже, вы увидите все доступные опции и варианты финансирования. А, мне нужно вернуть это? Да. Хочу пойти домой, послушать свою жену и собак, типа того. А, шучу, конечно. Вот это самый первый трейлер, который был выпущен этой компанией. Смотрите, и он до сих пор, до сих пор в строю. На нем, я думаю, даже можно работать, в принципе, без проблем. Вау, это что за акселя такие? Насколько тысяч это? А здесь, смотрите, вот лежат акселя с дисковыми термозами уже, с суппортами. Вот они все. Смотри, какие шпильки здесь, Миша. Хорошие. Здесь больше толщины моего пальца. Кстати, они на семитысячных, вот можно, кстати, даже сравнить с семитысячными. Это без гидравлических тормозов, обычные барабанные, установленные. Вот эти, кстати, на 12 тысяч, да, мы уже знаем, с дисковыми термозами. А вот это наши любимые, привычные семитысячные акселя. Ну, вот, кстати, смотри, Миша, вот это семитысячные, а вот это восьмитысячные. А это восьмитысячные. Нет, это 8. Смотри, знаешь, как их отличить? Я тебе покажу. Нет, смотри, у нас обычные штуки. Под гриз. А там уже под жидкость идут. Да, здесь обычные термоза стоят, но уже механизм, точнее, уже смазка здесь другая используется. Уже сальник стоит другой, и заливается жидкая смазка. А это 7 тысяч, те, которые мы привыкли с вами видеть, те, на которых мы катаемся с гризом. Но, насколько я вижу, здесь у них усиленные шпильки стоят. Те, которые вот я рекомендую тоже ставить, это большие шпильки с резьбой 9-16. Правильно, переспроси, 9-16 здесь резьба идет на шпильках. Это усиленные шпильки, и ребят нам только что подтвердили. Вот я такие рекомендую ставить, потому что есть одна-вторая резьба, и она тоньше, хуже держит нагрузку. Ну, мы в поисках идеального трейлера.